Здравствуйте! Это программа Interview of the Day. Я ее ведущая, Акзер Сигизбай. Сегодня у нас очень необычная программа. В данный момент мы находимся в городе Шумкент. И сейчас у нас в гостях в нашей программе креативный продюсер и просто очень талантливый человек Жан Муканов. В данный момент мы находимся в Шумкенте, у вас в гостях. Как-то необычно очень, потому что мы с вами коллеги, мы с вами часто пересекались в городе Нур-Султан. Вы резко переехали. Когда мы узнали, мы уже думали, почему именно город Шумкент и почему вы сюда переехали. Давайте начнем с этого. Ну правда, я на самом деле уже почти год живу здесь. И я считаю, что Шумкент это как одна из земля обетована. Вообще в целом, когда мне начинают говорить, я же Байнаульский, с Паладарской области. И когда я начинаю говорить или хвалить Шумкент, мне все время пишут, мне Волду, Сон Шама, ты же наш, по-ладарски, что ты там делаешь, почему ты Шумкент. Я всегда говорю, мы же, это же наша родина. То есть Шумкент моя родина тоже. И мне говорят, почему твоя родина? Я говорю, ну я же казахстанец. Разве казахская земля вся не может быть моей родиной. А если серьезно, то так получилось, что в период пандемии, ну как вы помните, многие проекты позакрывались и все сидели в ожидании в каком-то. Меня пригласили на один проект в городе Туркестан. И я на два месяца, пока делал этот проект, переехал в Шумкент. И вот в этот период мне очень понравилось, проект закончился. Я вернулся обратно в остановку Нурстан. И что-то мы неделю подумали с супругой, с детьми. Я говорю, чем сидеть в квартире в Астане, лучше переедем ко мне в Шумкент. И я чувствую, что здесь мне комфортно. Это все нравится моей львице. Это все нравится моим детям. Поэтому со мной переехала еще почти вся моя команда. С семьей, с детьми. Вот как вы всех уговорили переехать в такой жаркий город. Вы жили в Нурсултане, там шесть месяцев, там девять месяцев. Прям нереально холодно. А вы сразу переехали. Ну, на самом деле, мне как-то даже и не пришлось уговаривать команду. Потому что моя команда, она не совсем моя команда. Она уже больше, чем команда. Это как члены моей семьи. И, недолго думая, в общем-то, все переехали как-то очень быстро. А потом, в этом и плюс Шумкента. Здесь 300 дней солнца. И не зря говорят, что самые счастливые люди там, где есть солнце. Вот как-то так. Все-таки до карантина, когда вы жили в столице, у вас карьера реально шла в гору. Вы делали грандиозные проекты, снимали телевизионные проекты. Ну, во-первых, она и сейчас в гору идет. То есть я к тому, что все прекрасно и здесь. Мне кажется, не зря говорят, что не место красит человека, а человек место. Поэтому, наоборот, мне кажется, я делаю огромный вклад в культуру города Шумкента. И многие артисты, и многие творческие люди, которые здесь есть, многие пришли поздороваться. Все сказали, все рады, что я здесь. И, наоборот, меня вот с таким радушием встретили, что здесь нужен такой продюсер, как я. И я чувствую это, что я здесь нужен. А что касается телевизионных проектов, так я и здесь снимаю. То есть мы сняли сумасшедшие, большие новогодние съемки в прошлом году, вот в ноябре. Почти 200 артистов было в неделе съемок. Такого не было ни в истории телевидения, ни в истории Шумкента. Десятичасовое шоу было. В творческой среде есть Жан Муканов, как продюсер. Но, честно, я и мои коллеги-телевизионщики, мы всегда думали, что вы занимаетесь только телевизионными проектами. Теперь я узнаю, что вы еще занимаетесь с артистами отдельно, как продюсер. Например, такой вопрос. Артисты же, они такие люди, они творческие, они приходят и уходят. Вот у вас всегда остаются теплые отношения с вашими же артистами, которые ушли? Ну, знаете, самое смешное, что как раз в телевидении я пришел почти в последнюю очередь. И в каждой среде, в каком жанре, в какой бы индустрии мы ни работали, почему-то реально всегда думают, что я нахожусь именно только там. На самом деле это не так. Я и моя команда, моя семья, мы занимаемся тем, что интересно. Ну, вот если это интересно сейчас и актуально сейчас, почему бы и нет? И вот в телевидении я отработал сколько, 4 года, получил свою премию «Тумар». Кстати, да. Был счастье, что его... Потому что это как раз юбилейный год было телевидение, 60 лет казахстанскому телевидению. И получить самую главную статуэтку, это было дорого. Да, они все его получают. Вот. Касаемо артистов, знаете, бывает по-разному. На сегодняшний день я продюсирую 4-х айцкеров. Это величайшие наши айцкеры казахской земли, казахской индустрии. Это Инор Турсымбаев, Саратов, Тамасов Баламбеки, Мажа, Андербек Булбаков. Самые топовые айцкеры. Абсолютно, да. Я очень горжусь. Мы делали сумасшедший тур по Казахстану. Честно могу сказать, что на сегодняшний день у меня со всеми хорошие отношения. То есть были обиды, были какие-то... Знаете, это же всегда так вечное... Продюсер и артист всегда... Продюсер это какой-то злодей, который там... Заграбастал огромные деньги, знаете, и убивает артистов. Хотя продюсер это человек, который вкладывает больше. В разы. Знаете, да, буквально вот сегодня утром мне показали одно интервью, где один из моих бывших потопечных говорит о том, что вот он... Там я столько-то вложил и так далее, а он столько-то всего получил там. И человек, который интервьюировал его, даже не задал вопрос, по поводу, а сколько же он потратил, допустим, денег. Потратил его в разы три больше, если не больше. Но это не суть. На самом деле продюсирование вещь невыгодная по чесноку. Но она... Для меня это вот... Если честно, все мои проекты, это больше душа. Потому что если бы я хотел только ради денег это все делать, то я бы продавал ковры. Не знаю почему. Я бы открыл столовую. Там, не знаю, сеть столовых. Там, да, и так далее. То есть, а так... Тем не менее, вы и сейчас занимаетесь этим. У вас есть артисты, молодые певцы. Да, и молодые. Вот сейчас я абсолютно в Шумкенте набрал новых. Это замечательный Кали, это замечательный Бейбарас, это замечательный Райс и Абуди. Мы собираем новый состав группы ФМ. Это молодежная группа Скайен. Вот скоро вы услышите, они точно взорвут все чарты. Давайте вернемся к ТВ-проектам. Вы работали, вы делали много проектов для агентства Хабар. Расскажите, пожалуйста, чем оно запомнилось вам? В частности, для телеканала Казах ТВ вы тоже делали проекты. И вот собираетесь делать об этом? Много разных проектов, конечно, не только агентство Хабар. Что запомнилось? Запомнили съемки новогодние, наверное, которые я делал для Хабара. На самом деле, я очень люблю агентство Хабар. Очень уважаю его первого руководителя. Очень уважаю руководителя Майи Бибаевой. С ее приходом в Казах ТВ ожил, на мой взгляд. И он получил какие-то окрасы сумасшедшие. И, ну, по крайней мере, все мои друзья, которые находятся за границей, а у меня очень много друзей, все отмечают вот этот факт того, что Казах ТВ стал интересным. Скажите, пожалуйста, вы часто смотрите вообще в целом телевизор, проекты? И с кем вы из казахстанских продюсеров сравниваете себя, ваши проекты? Ни в коем случае. Никогда не сравниваю себя с кем-либо. Считаю, что, знаете, сложно сравнивать по причине того, что так получилось, что среди музыкальных продюсеров я где-то все время посередине. Знаете, старшие по рангу продюсеры, которые уже больше лет, сколько я работаю, у них своя тусовка. С зелеными молодыми продюсерами мне не о чем говорить, у них своя. А посередине, наверное, моего и возрастной категории никого толку нет. Не подумайте, что я пытаюсь сейчас показать, что я единственный. Просто по возрастной категории, если говорить. А так, конечно, крайне уважаю Алуа Кунару, Баян Максатказа. То есть люди, которые сделали сумасшедшую историю. Ульвира Лохунова, Катра Левулманов. То есть атака, если сравнивать по проектам, которые мы делаем. Но у нас всегда есть. У нас обычно конкуренция наступает на какие-то новогодние проекты, потому что мы снимаем примерно одно и то же все. С одними теми же артистами. Да, да, да. Как бы мы ни пытались там это все сделать. Но и артиста можно понять, ему нужны эфиры. То есть поэтому иногда, вот я помню один раз, несколько лет тому назад, когда я включил Хабар, Казахстан, еще какой-то канал, и у меня везде была Роза Рымбаева. Опять же, можно понять, потому что она Примадонна, во-первых, ее всегда зовут, а во-вторых, просто так получилось, что в монтаже оказалось в одно и то же время. У вас очень много проектов. Вы очень на разных направлениях, можно сказать, работаете. Откуда берутся силы? Вот поделитесь. Во-первых, я хотел сказать, что эти мы уникальны. То есть мы, я имею в виду я и моя команда, а в том, что мы очень многопрофильны. То есть мы в разных... Потом, знаете, время показало, не зря говорят, нельзя класть яйца в одни гнезда. То есть их нужно раскидывать в разные, потому что всякое бывает. Сейчас вы Жан Муканов, вы сейчас очень творческий человек, вы продюсер. Но давайте вернемся чуть-чуть назад. Когда вы учились в милицейской школе, вы работали шеф-поваром, вы все делали, и почему вы пришли именно к этой работе, к творчеству? Что вас привело? Ну, моя беда – это всегда потолок. То есть если в любой индустрии, в любом проекте, где я работаю, если есть потолок, и я дохожу до этого потолка, то есть дальше уже неинтересно. То есть все, душа не лежит, дальше не могу работать, и это все обычно как башня ломается. Поэтому закончил я среднюю милицейскую школу имени Герой Советского Союза Николая Кремениши. Но милицейская история у меня закончилась в школе, потому что я дальше никуда не пошел, хотя 8-е братья все работали в органах в то время, и все думали, что я дальше пойду по стопам военного или буду полицейским, милиционером, как в то время. Но я в итоге понял, что это не про меня. Там нужен другой характер. То есть, а я, как вы сказали, слишком творческий. И я слишком люблю всех вокруг. Мне нравилось готовить. Я пошел повару, я выиграл, помню, национальный кулинарный конкурс был тогда. А не национальный, он был, он республиканский какой-то был. Но если говорить постепенно, потом я ушел, начал заниматься декорацией, я оформлением шарами занимался. Я, кстати, оформлял Тысячелетие Казани. Вы максималист? Как многие мои друзья называют, я больше глобалист. То есть, если что-то делаешь, то надо, чтобы это было громко, большое, крупное должно быть. То есть, вот какой-то, наверное, такой. Но я сам не маленький, поэтому, наверное, так. А вообще, в целом, да, я отношусь к категорию людей. Либо делай круто, либо вообще ничего не делай. То есть, лучше не делать. Потому что сделать средненько – это не про нас. То есть, это правда. Недавно в эфире телеканала «Казах ТВ» прошел очень такой международный фестиваль. Он называется «Балашим». Расскажите о нем и откуда эта идея пришла. Это история, которая должна была пройти еще на Урыс. То есть, я генеральный продюсер международного фестиваля особенных детей, детей-инвалидов «Жилдузай». Вот уже 5-6 лет. Мой любимый фестиваль из всех детских фестивалей. И помню, когда мы делали в марте проект, мы хотели сделать такой, знаете, некий гала-концерт, чтобы это была синергия разных детей, чтобы это были разные жанры, чтобы здоровые и особенные детки все вместе на одной сцене, чтобы это были финалисты из детского Евровидения, популярного конкурса «Балладаус», популярного конкурса «Бостургай» и так далее. То есть, много разных детских, которые проходят, чтобы всех этих деток собрать на одной площадке, сделать большой концерт. Но из-за пандемии все отменилось, и она идеально, вот его переместили на 1 июня. И вот у нее общее название, проект называется «Детский фестиваль Балашин». На самом деле, это конкурсный проект, и в этом году он прошел в рамках только фестиваля, то есть, в нем участвуют победители, лауреаты. Но вообще, он на следующий год будет таким конкурсным. То есть, это будут победители, статуэтки, спецгости. Мы верим в том, что он станет таким ежегодным, международным детским конкурсом, фестивалем. Плюс большой международный конкурс вокальный, который мы будем делать на Телесказах ТВ. Вот мы ведем переговоры по этому поводу, еще не запускали, но такая тоже есть. Чтобы у нас был, знаете, свой славянский базар, своя новая волна. То есть, пора уже делать свой большой проект вокальный. Как вы думаете, в каком направлении двигается наш шоу-бизнес сейчас, в данный момент? Потому что очень много молодых ребят. Это был какой-то момент кейп-оперы, были рэперы. По-вашему, в каком направлении мы сейчас двигаемся? Если мы говорим про музыкальную индустрию, то она сейчас как раз таки... Знаете, есть понятие пирамида. То есть, есть вещи, когда доходишь, любой проект, когда доходит до вершины, вот его пика, потом он уходит вниз. Вот мы сейчас находимся где-то посередине к подъему пику. Нам еще очень долго идти до пика, но мы невероятно талантливый народ. Вот просто. Единственное, к сожалению, многие не знают, что делать со своим талантом. Они не знают. Вот им кажется, что они там... Ну, вроде я неплохо пою, и забыли про это. А на самом деле это неплохо пою, может оказаться просто невероятно. Ну, как Димаш, например. Знаете, благодаря ему, про нас говорят, благодаря Иманбеку. Это вообще... Вот вы говорите, феномен. Ой, можно сказать, что это феномен, да? Но это правда, знаете, вот, да. Пацан просто сделал невероятную вещь. Кажется, что случайно, но это не случайно. Он просто это сделал, эту историю, и он думал, а, ладно, и оставил, не веря в себя. Да. А в итоге он впервые, первый человек во всех странах СНГ, кто получает грэмми 20 лет. На самом деле рынок музыкальной индустрии Казахстана сейчас в самом рассвете. Он цветет, но он еще не дошел до пика. Жан-Топыкович, большое спасибо за такое интервью, жаркое. Вы первый из всех моих интервью, чтобы меня назвал по отчеству. Да? На самом деле, большое спасибо за время, уделенное. Это было очень необычно, но я думаю, что зрителям понравится. Спасибо огромное, да, я очень рад, что вы приехали в Шимкент. Надеюсь, он вам нравится в нашем офисе. И вот поверьте, Шимкент станет культурной столицей нашей страны. Это 100%. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова